Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог. Переделка прихожей. Итак, поехали! На сегодняшний момент ободрали местами обои. Все решили не обдирать, ободрали только там, где они мешаются. То есть, где они находили на дверь, здесь все ободрали. Купили черную краску. Будем сейчас красить вот эти наличники в черный цвет. Вот тут все тоже пообдирали. Вот тут пообдирала, где они мешают. Почистили стену вот тут. Здесь кирпички вообще будут маленькие, но вот панели, да? Все поснимали, повыдергивали все гвозди. Вот таким образом все выглядит. Приступаем к дальнейшей покраске и оклейке панели. Прикол, девчонки, сейчас расскажу. Пошли покупать черную краску, потому что ту, которую купил муж, она воняет. Нужна была без запаха. Черной краски полу-глянцевой или матовой нет. Что очень печально на самом деле, потому что глянец я не хотела именно на наличниках. Купили обычную белую, которая у меня была до этого, и колер. Нам так посоветовал продавец. То есть колер черный, и краску я взяла ту белую, которую я до этого красила, потому что я знаю, что она без запаха, что она быстро сохнет и так далее. Возьмите, говорят, тогда колер. Ну взяла, а потом прихожу домой, начала мешать и думаю, блин, любой здравомыслящий человек должен понимать, что если добавить черный колер, белую краску, то получится серый. Не получится черный. Это надо вылить колера ведро, и тогда у нас будет один колер, а не краска. Правильно? Правильно. Но мысли в декрете путаются всегда, да? Поэтому я не сообразила, намешала серую, думаю, дай-ка я забубеню серый, потом, если что, куплю черную. И решила забубенить в том числе и кожную дверь. Короче, помните мою черную дверь? Немножко отмотайте, да, посмотрите. До и после. Сейчас покажу вам, что получилось. Смотрите. Оказывается, водоэмульсионкой можно красить и кожу тоже. Она, правда, почему-то липковатая, я пока дверь не закрываю. Не знаю, надеюсь, все нормально будет. Просохнет. В общем, под эти панели, сейчас покажу, что я уже поклеила, серая дверь вообще будет смотреться обалденно. Сейчас начала вверх, и буду вот этот тетрис собирать дальше. В общем, вот такая у нас теперь серая дверь. Это в два слоя. Смотрится очень красиво. Мне даже больше нравится, чем черная. Панели-то они с серым оттенком, да? Вот, поэтому здорово. Так, что поклеила? А, сейчас еще покажу, что покрасила. Ручки все покрасила, все покрасила. Внутри все покрасила. Тут у меня пока вакханалия. Вторая дверь внутри. Порожек. Все вот тут теперь вот такое вот серенькое. Вот такие дела. Так, поклеила вот эту стену вчера. Вот так это выглядит. И уже с заходом вот сюда, вот этот вот промежуток, тоже так долго тетрис этот собирала. Вот этот промежуток, он узенький. Надо было сделать красиво. Потом вот здесь, тут они под наличник зашли, а по этой стороне я, наверное, чуть-чуть пройдусь потом герметиком замажу, чтобы было красиво и аккуратно. Вот эту стену. Панели не хватит, но вроде как похожие нашлись на валберсно-зон. Будут смотреть, где дешевле и заказывать. Пока вот эту стену сегодня в планах сейчас вот этот Т-30 собрать и вот эту вот стену поклеить. Там провода, от них никуда не денешься. Еще эта стена, она вообще жутко неровная. Но кое-как все это исполнили. Так что вот так, девчонки. Посмотрите до, посмотрите после, напишите, как вам серая дверь. Девчонки, еще очень много вопросов про мою зубную щетку. Сейчас обязательно расскажу поподробнее. В Телеграм девчонки спрашивали и на Ютубе просили ссылочку. Я пользуюсь щетками бренда Хапика уже больше года. У меня вот вторая сейчас щетка в использовании. Я безумно довольна. Бренд Хапика еще нам с вами любезно предоставил промо-код на скидочку 10%. Я обязательно его пропишу здесь. Обязательно всю информацию пропишу в инфобоксе и все ссылки оставлю. Промо-код действует только на маркетплейсе Озон. Сейчас щетки стоят гораздо дешевле. Я покупала за 1800, сейчас они дешевле, а с моим промо-кодом вообще цена будет очень приятная. Собственно говоря, сама щетка, я ей активно пользуюсь и она мне очень-очень нравится. Она работает от одной пальчиковой батарейки, которая очень легко меняется, но ее одной батарейки хватает на много-много-много-много месяцев. Вот эта щетка черная у меня, наверное, уже ну три месяца точно в использовании. И я довольно безумно. У меня снизилась девчонки чувствительность зубов, это эмали, это во-первых. Во-вторых, нет никакого налета, вообще абсолютно никакого. Если раньше он у меня периодически появлялся, здесь вообще никакого налета нет. У меня было разных много электрических зубных щеток и обычных, я не могу ее сравнить ни с одной. Мне очень нравится, просто безумно. Смотрите, какая здесь щетинка. То есть они все разной длины. Очень хорошо прочищает между зубами, просто прекрасно. Важный момент, ей можно чистить без зубной пасты. То есть если у вас чувствительная эмаль, вы никак не можете подобрать себе зубную пасту. У меня, допустим, такой момент был. И у меня на любое холодное, горячее, сладкое эмали реагировала. Сейчас уже несколько месяцев я просто про это забыла. Здесь ионное покрытие, поэтому расход пасты минимализируется. То есть можно совсем горош, но можно без пасты. Я как люблю делать? Я люблю чистить зубы еще и после еды. Но если мы будем такое количество раз в сутки применять зубную пасту, мы всю эмаль сотрем. Какая бы паста крутая ни была, и чтобы не было заявлено, что она снижает чувствительность, подходит для чувствительных зубов, все равно. Вообще рекомендуют стоматологи, многие, я знаю, один раз в день использовать только зубную пасту. Потому что любая паста повреждает эмаль. Вот абсолютно любая. Я после еды могу взять щетку без пасты и почистить ей просто одной щеткой зубы. Чтобы никаких остатков еды не было и так далее. Про кариес я вообще давно забыла. У меня он и был один-два раза в жизни, наверное, залечивала зубы. А сейчас вообще просто красота. Никакого налета. Зубы всегда идеально чистые. Не обязательно использовать пасту. И это на самом деле очень круто. Сейчас покажу, как она работает. Вот здесь такой хоп. Вот она работает, вибрирует. Вибрирует сильно. Благодаря этому у нас с вами щетинки движутся в нужном направлении, как советуют стоматологи. То есть сверху вниз. Мы не оголяем с вами корни наших зубок. Потому что такое часто бывает, особенно с возрастом. Есть такое заболевание, когда у нас оголяются корни наших зубок, потому что мы их неправильно чистим. То есть либо вот так, либо вверх. Нет. Здесь как раз вот эта вибрация, вот эта функция направлена на то, что щетка работает сверху вниз. Щетинки движутся. Поэтому на самом деле тоже очень важно. Все вам показала, все рассказала. Если есть какие-то вопросы, обязательно под видео спрашивайте. Постараюсь ответить. Я ни капли не пожалела, что именно такую зубную щетку себе в свое время приобрела. Потому что это очень грамотное вложение денег. Тем более цена у нее бюджетная. Она по мне гораздо круче более дорогих электрических щеток, которые там с вращающейся головкой и так далее. Мне безумно нравится. По факту на сегодняшний день у меня съехали патчи. Мне кажется, я ношу их уже час. Они такие тоники, уже тоники. Сейчас буду снимать. Кончился клей, кончились панели. А панели я уже говорила, что девочки, вы разобрали. Когда я вам показывала кухню, у этого производителя их больше нет. Брать у другого опасно, потому что отличаются по цвету. Но выхода нет. Нашла. Девочки в Телеграм тоже писали, что начали, не хватило и ищут. Нашла по более-менее адекватной цене 1400 с чем-то. На Вайлберес 10 штук. Мне осталась одна стена. Сейчас все покажу. Заказала клей. Кстати, клей вот этот момент фикс. Он в магазинах, у нас в строительных. Причем достаточно бюджетных. Стоит 500 с чем-то рублей. На Вайлберес и на Озон на него бывают периодические скидки. Сейчас он дешевый. На Вайлберес и на Озон 240-260. Не помню точную цену. Заказала три штуки. Зачем три, не знаю. Пусть будет в такой цене. Хотя мне тут одного тюбика хватит явно. Но мало ли для чего ничего пригодится. Будет лежать. Так. Что еще? Ничего, пойдемте все покажу. Вот этот друг. Что? Покраска двери, я считаю, очень удалась. Смотрите. Теперь картину видно полностью. И мне кажется, этот серый цвет под эти панели подходит просто идеально. Что в планах? У меня слегка желтоватый домофон. Хочу покрасить. Хочу покрасить. Вон те провода. Провод от Wi-Fi спрятали. Вон туда гребили гвоздики. И он идет уголком и сверху. Вот здесь получился небольшой бугор. От него никуда не деться. Потому что те провода от звонка, что там были, они, зараза, их нельзя, короче, под корень обрубить. Потому что их нужно потом заизолировать. Поэтому муж отрезал с небольшим таким остатком и заизолировал. Но они выступают из стены. Можно бы тоже обыграть было какой-то коробочкой. Но меня не смущает вот этот уголок. Может быть потом еще его получше прилеплю. Он сильно в глаза не бросается. Провод идет по верху и он тоже желтоватый к этой коробке. Коробку приделали на момент фикс тоже. Дно вырезали и приделали вот так. Вокруг нее обработаю герметиком. Будет все красиво, беленько. Под шкаф. За шкафом я не клеила. Да, мы сначала установили шкаф. Почему? Потому что я думала, что мне не хватит панелей, а их нет. И поэтому я за шкафом не клеила. Я их чуть-чуть туда запустила. И все. То есть как в советские добрые времена. Подвигаем шкаф, а там старые обои. Крестеж, слезь с пылесоса. Вот, выключатель удалось мне в этот раз очень хорошо вырезать. Но я тоже вот здесь все промажу герметиком. Будет все красиво, супер. Так, ты далеко собралась? С пупсиком пошла на улицу. Вот, вот эти углы буду тоже промазывать герметиком. Как на кухне до стыки, чтобы вот тут все было красиво, беленько. У меня в запасе полтора флакона герметика. Надеюсь, мне хватит. Но дверь вообще мне просто в восторг. Водит. Она вот здесь была ободрана. У них, судя по всему, был кот. И после покраски она стала выглядеть эстетичнее. Гораздо эстетичнее, чем она была бы черная. И вот такая вот ободранная. Кот, наверное, у них тут драл. Я не знаю. Судя по всему. Вот угол. Тоже буду промазывать герметиком. Все будет красиво. Все будет замечательно. Да, малыш, да. Пойдем, пойдем, пойдем с пупсиком играть. Пойдем. Вот, на сегодняшний момент вот такие вот дела. Плинтус хотела отодрать и приделать белый. Но все-таки посмотрела и подумала. Нет, он очень хорошо подходит. Поэтому я его оставлю пока. Почищу его потом, когда все доделаем. Вот. Так что вот так вот уже все это дело смотрится. Все отличненько, все здорово. Мне очень нравится. Серая дверь прям сюда вписывается. Текстура панели. Их цветом показываю поближе, чтобы вы понимали. Вот они какие. Они издалека смотрятся практически белым. Клей на ногтях кругом. А на самом деле они вот такие вот серенькие. То есть холодный такой оттеночек. Каждый кирпичик он разный. Такой. Потом идет такой, да. Такой. Такой почти. Без рисунка. Вот они вот такие вот. На самом деле. Вот стык. Кому интересно, да. Его практически не видно. То есть я наношу на панель клей с обратной стороны. Наношу по периметру плотненько. И вот по этим полосочкам. То есть с обратной стороны, да. Не по всем через раз. А по периметру плотно. Потом пальчиком вот так все проглаживаю. Излишки клея вытираю влажной салфеточкой. Можно тряпочкой, но она потом не отстирается. Если на выброс тряпочка, то можно ей, да. Вот. А я влажной салфеточкой убираю излишки клея. Все. Стык идеальный. Стыка не видно. Замечательно. Осталось. Заказала панели, заказала клей, да. И осталась стена. Сейчас покажу, какая вот эта вот стена. Осталась стена вот здесь. Получается чуть-чуть. И вот тут. Вот эта вся стена целиком. Вот сюда мне девчонки посоветовали. Сестремник советовала купить либо какой-то открытый стеллаж. Да, по высоте посмотреть, чтобы он в лес там тоже выступлен. Стеллажик какой-нибудь, да. Либо полочки беленькие какие-нибудь сюда потом повесите. И будет красота вообще, мне кажется. Туда можно, да, духи, косметоз, декоративные горшочки какие-нибудь беленькие тоже с зеленью. Будем думать еще насчет, в отражении показываю вот этих полок, какие дверцы к ним приделать. Если у вас есть идеи, пишите. Девчонки на Дзене вчера написали, что ДВП купить, обклеить панелями и сделать. Только как это воплотить? Я что-то не понимаю. Нужно крепление, наверное, да, крепление для такой дверцы покупать. В общем, надо мужа озадачивать этим вопросом. А так вот так вот уже все. Здорово, уже красиво. Осталась одна стена, осталось совсем чуть-чуть. Вот сюда, может быть, какой-то пуфик купить, посмотреть, поставить серенький какой-нибудь, подойдет хорошо тоже. И, может быть, чтобы он открывался еще, можно туда что-то сложить, да, еще одно место для хранения. Потому что, когда дверь открывается, вот сколько есть места, можно замерить, посмотреть, какой сюда пуфик улезет и что-нибудь придумать. А вот ключницу, не знаю, может быть, на самоклеющиеся крючки вот сюда приклеить. Я ее тоже покрашу в белый цвет и можно как бы просто крючки повесить, да, без ключницы, в принципе. Можно ключницу покрасить, но на стену ее уже никуда вешать не хочется, да. Мне кажется, вот тут удобно. Зашел, как бы, ключи хлобысь, можно на прозрачные вот эти самоклеющиеся крючки. Как вы думаете, девчонки, ключницу перекрасить или крючочки прозрачные просто повесьте на них и вешать ключи. Кстати, можно вообще это дело все в шкафу сделать, на те же самые крючки. Ну, вот где-нибудь вот тут раз и повесил. Мне кажется, да, опять мы с вами уберем лишний визуальный шум и вот сюда... Да, мне кажется, слушайте, крючки вот сюда понавешать и все. Сейчас у нас вот так выглядит ключница, она стоит просто и здесь висят. А так, если повесить тут крючочки, все и сюда вешать. Ключи, мне кажется, будет прикольно. Девочки, что сделала? Смотрите, удалось минимализировать вот этот бугор. Знаете, с помощью чего? С помощью гвоздей. А вы их видите? Не видите. Знаете почему? Прибила немножко гвоздями по периметру, да? И покрасила их в белый цвет. Сами головки их не видно. Даже металлик, если бы был, вы бы все равно их не увидели. Вот я даже отсюда не вижу. Вообще здорово. Первым слоем прошлась по проводам белой красочкой. Вот так. И по проводу начала от домофона. До конца не удается, потому что Ксюшку ждала, курьера ждала. Да? Вон там белой красочкой прошлась. Весь провод покрасила. В общем, все здорово, все классно. Начинаю герметизировать углы. Взяла вот такой инструмент. Вот такой у меня герметик. Не знаю, что это за фирма, но я его брала первый раз, он у меня остался. И второй флакон такой же взяла. И сейчас буду промазывать, где потоньше, где потоньше. И пальчиком все это регулировать, как на кухне, чтобы было красиво. Взяла сразу с собой несколько влажных салфеток. Можно взять опять ненужную влажную тряпочку, чтобы излишки где-то подтирать. Я регулирую пальчиком. Вот так потом веду, прям по герметику. И тогда получается очень красивый слой, очень красивые углы. Вот так выглядят углы после того, как я их замазала энергетиком, хотела сказать, господи. Герметиком. Вот видите? То есть уже эстетично. Это такая ювелирная работа. Но тем не менее, после нее вид уже завершенный. И все смотрится очень достойно. Ну что, два угла готовы. И уже совершенно другой вид, такой законченный. Красота. Все здорово. Вот так это смотрится. Просто великолепно. Уже вот этот угол, он прям кайфовый. Красотища. Так, что осталось? Осталось. Так, здесь замазывать не надо под панель. Здесь тоже не буду. Здесь тоже под панель, под наличник. Вот с этой стороны, не знаю, наверное, пройдусь сейчас тоненьким слоем. Вот так, прямо возле коробочки. Да, видите? Здесь есть не очень красивые места. Тоненьким слоем, наверное, вот здесь еще пройдусь. Ну и в целом, пока все. На этом... А, ну все, девочки. Еще же мне вот эту коробку надо пройтись. Герметиком. Там тоже красиво все сделать. И в эти дырки поставить заглушки. А они были в комплекте с этой коробкой. Вот. Ну, влог на этом буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Будут новые серии этого сериала. Ссылка на зубную щетку Хапика под видео. Промокод тоже все прописываю. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok